Озеленение на так называемой Сыктывкарской Централке закончит уже к концу следующей недели. На территории возле бассейна уже уложили гранитные плиты, большие камни, в том числе и дикие из Усть-Куломского района. Провели электрику, установили дренажные системы. Что из этого будет и сохранит ли площадка под часами свое прежнее название в репортаже Александра Головиной. Так Сыктывкарская Централка выглядела этим летом, а вот такой будет уже следующим. Обустроить маленькую Финляндию – такой целью задались авторы проекта. Коми, по словам агронома Александра Попова, по климату похожи именно на эту страну. По такой концепции подбирали деревья. Зелени здесь будет много. Посадочный материал весь нашего производства. Что-то мы выращиваем изначально, что-то мы доращиваем на территории республики. То есть они адаптированы и спокойно выживают в условиях нашего северного климата. Большое количество растений будет высажено на территории, разделено все по зонам. Группы очистки соблюдены. Ну и плюс, понимаете, фитонцидами будет здесь площадь богата. Можно будет приходить, лечиться и отдыхать. 30 горных сосен, 6 желтых, два десятка породистых рябин и 9 тысяч кустов многолеток. Красным пузыреплодником отделят территорию бассейна. Устерят газон. Озеленение закончат к 10 октября. Это первый этап работы по благоустройству. Следующий уже весной. Электрика, которая сегодня висит над головами, спрячется под землю. Это слова главного городского архитектора. Позже здесь появится 45 декоративных светильников и 3 12-метровые качели. Мы прекрасно знаем, что есть такое название в народе. Площадка по часам. Конечно, мы предусматриваем часы. Они будут несколько в другом виде, нежели были. Потому что те уже и морально были устаревшие. И не вписывались в новую концепцию. Но часы обязательно будут примерно на том же самом месте, где и были старые. Батутов и прежних кафе теперь здесь не будет. А для магазинов с кофе и выпечкой выделят специальную территорию. Летом 21-го по расчетам мэрии сыктывкарцам уже представят новое зеленое место для отдыха в самом центре города. Александра Головина, Алексей Корчма, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.